В эфире новости на губернии 33. В студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О главных событиях за сегодня расскажем прямо сейчас. По поручению Александра Бастрыкина, региональный следком начал доследственную проверку по факту бездействия органов опеки и попечительства. На федеральном канале вышел материал о многодетной семье из Александровского района. По информации родственников, в деревне Бакина супруги с тремя детьми живут в вагончике и не исполняют родительские обязанности. Накануне вечера в Александровский район выехала следственная оперативная группа. Они опросили родителей. Известно, что они воспитывают детей в возрасте от 2 до 6 лет. Следователи проверят все факты, озвученные в эфире федерального канала. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. И к другим темам. Почти 7 миллионов рублей губернатор Владимир Сипягин выделил на благоустройство и инфраструктуру муниципалитетов. В общей сложности средств из регионального бюджета получили более 20 городов и сельских поселений. Куда направить эти деньги, в каждую территорию уже знают. В основном они пойдут на благоустройство, ремонт дорог, уличное освещение, установку детских площадок. Самая большая сумма – 1 миллион 575 тысяч рублей – поступит в ближайшее время в Меленковский район на газоснабжение жилых домов деревни Орловка. Около 500 миллионов рублей ежегодно тратит ТСЖ Владимирской области на капитальный ремонт своих домов. Но не всегда жильцы довольны результатом. Деньги на работу поступают от спецсчетов дома. Контроля со стороны закона за ними почти нет. Часто люди становятся жертвами строительных фирм-однодневок. Яркий пример. Один из домов областного центра сегодня посетили эксперты фонда капремонта и департамента ЖКХ. Подробности в нашем материале. Лужи, складки на полотне и бесконечное число заплаток. Так выглядит крыша дома на Белоконской 21А. Хотя по документам капремонт кровли здесь делали всего три года назад. Вот он, прям видно его. Пузырь – это означает, что влага внутри. Виталий Бурдин – представитель общественной организации ЖКХ «Помощь». А еще сам строитель и знает цены. Он считает, что люди переплатили, ведь работы на этой крыше стоили более 700 тысяч рублей. Я думаю, это минимум, минимум на 15% завышено. Ну, это минимум. Соответственно, где-то 15-20%, как мне кажется. Опять же, это я работаю с фонда капремонта. Деньги на ремонт якобы капитальные. Прежний председатель взял со спецсчета ТСЖ. Договор он заключил с компанией, которая на рынке появилась буквально на днях. И репутацию к тому времени не наработала. Полномочия председателя ТСЖ мужчина сложил сразу же после приема работ. Осенью 2018 года. Менее чем через полгода у жителей снова начались протечки. В том же самом 2018 году пострадали у нас практически все квартиры, расположенные по периметру дома. Протечки идут до сих пор. Виктория Савельева начать судебную тяжбу пытается третий год. Дальше бумажные волокиты – дело не продвигается. Через два месяца фирма-подрядчик прекратит существование. И ответчиком на суде стать уже не сможет. Между тем, ущерб от протечек в квартире уже достиг 400 тысяч рублей. К сожалению, страдает в квартире все. И комната, зал, и ванная, и кухня. Страдают стены, потолок и уже со стены уходит на пол. То есть даже у меня квартира смежная с подъездом. Стены соединяются, подъезд полностью, низа уже отваливаются. Денег на новый ремонт не осталось. Сейчас жители копят средства на том же спецсчете. Уже полгода дом обслуживает управляющая компания. Она нашла подрядчика, который выполнит работы по ремонту кровли в рассрочку. Мы не можем контролировать, к сожалению, работы, которые ведутся на спецсчетах. И, как видите, они проводятся фирмами-однодневками. Гарантийных обязательств нет. Денежные средства потрачены. А услуга оказана не в полном объеме и некачественно. В будущем спецсчет все-таки переведут в фонд капремонта по просьбе жителей. В ситуациях, когда перейти в ведение регоператора жильцы не готовы, департамент ЖКХ советует хотя бы быть внимательнее. Когда протокол подписывается на капитальный ремонт именно у спецсчетников, чтобы были прописаны обязательно и стройконтроль, и проект, и экспертиза этого проекта, и обязательно приемка с участием жителей и специалистов. Оценить качество работ бесплатно готовы в общественной организации ЖКХ «Помощь». В нее входят эксперты из различных сфер деятельности – от электриков до кровельщиков. Жильцам после тщательного осмотра они оставят подробный список замечаний, которые подрядчик обязан будет устранить. Илья Лопушенко, Евгения Волкова, Олег Маньков, Губерния, 33. В Муроме завершился ремонт теплосетей, которые пострадали после обрушения элеваторов. На следующей неделе участок запустят в работу. Это позволит вовремя дать жителям горячую воду, не выходя за рамки плановой летней остановки котельной. В марте в Муроме была снесена часть старого элеватора. Компания, которая производила работы, не рассчитала масштабы взрыва, и часть сооружения обрушилась на сети. Всего пострадало 62 метра теплотрассы. Герметичность труб не была нарушена, но они сместились на пару метров и были смяты. Поврежденный участок стабилизировали до конца топительного сезона, а вот заменили трубы только во время летней ремонтной кампании. Стоимость работ возместила фирма, которая проводила взрывные работы. Первый этап благоустройства военно-патриотического сквера во Владимире подходит к концу. В мэрии рассказали, какой фронт работ уже позади и что еще предстоит сделать. Высадят ли деревья на месте уничтоженных, и как жители региона могут принять участие в благоустройстве. Все подробности материалей моих коллег. Центральная и боковая аллея, ливневая канализация, водоснабжение. Эти работы уже завершены в новом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Остался последний пункт – высадка 80-20-летних кедров. Ее приурочили ко Дню России. Для владимирцев устроят настоящий праздник. В программе тематические выставки «Военная техника» и концерт. И пройдет еще одна акция, которую поддержала Владимирская ракетная армия. Она проводит акцию «Военная служба по контракту Вооруженной силы Российской Федерации». Можно будет, в принципе, прийти и записаться официально в службу по контракту прямо 12 числа. Уничтожение деревьев – эта тема особенно беспокоила общественников и местных жителей. Пока шло благоустройство, по проекту пришлось вырубить около 150 деревьев. В мэрии уверяют, что большая часть из них аварийны. Заменят их не только кедрами, но и другими насаждениями. Неравнодушные горожане, когда узнали, что мы там высаживаем деревья, будем, что мы обновляем этот сквер, стали предлагать свои деревья, которые они высадили на дачах, на своих приусаденных участках. У нас будет одна из горожан, которая как раз дарит этому скверу 20 каштанов, тоже двухметровые деревья. В мэрии готовы рассмотреть все предложения от жителей региона. Главное требование – деревья должны быть не меньше двух метров. В этом году в сквере планируют посадить липы и краснолесные клены. Всего 160 деревьев. На следующий год запланирована высадка березовой рощи. Пока планируется, что эта березовая роща будет посвящена героям Советского Союза. И будет высажено каждое дерево, будет посвящено герою Советского Союза, жителю города Владимира. В деревьях будет высаживаться два вида средств для высадки деревьев. Это городская экологическая программа повышения экологической безопасности на территории города Владимира. И плюс наши спонсоры, наши друзья, которые помогли нам делать этот сквер. По проекту в сквере должны установить фонтан, сцену, детский городок и площадку для полевой кухни. Эти работы запланированы на следующий год. Но все будет зависеть от финансирования. Строительство идет на деньги спонсоров. Жителям города, пока идет благоустройство, предлагают выбрать имя для нового сквера. Голосование проходит на сайте мэрии и в соцсетях. Пока лидирует одно из четырех предложенных названий «Сквер Победы». Ольга Эльфимова, Елена Павлова, Вячеслав Сноровкин, Губерния 33. Продолжаем выпуск. Сегодня в Доме дружбы состоялось торжественное вручение паспортов. Главный документ получили школьники, которым исполнилось 14 лет. На церемонию пригласили подростков, которые проявили себя в учебе, спорте и общественной жизни. Паспорта 19 школьникам вручил губернатор области Владимир Сипягин. Вместе с основным документом страны ребята получили обновленную конституцию. Издание начали выдавать вместе с первым паспортом ровно год назад по поручению президента Владимира Путина. Глава региона отметил, что паспорт гражданина Российской Федерации – документ, которым стоит гордиться. Дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с учением паспортов. Обязательно пользуйтесь возможностями. И для этого, кстати, изучите конституцию Российской Федерации. Там есть и, конечно, и права, но есть и обязанности. Поэтому пользуйтесь возможностями, которые вам дает статус гражданина России. Мечтайте, учитесь, развивайтесь. Конечно же, будьте обязательно активными, потому что только активные люди добиваются больших условий. На церемонию приехали школьники со всех районов области. По словам учеников, получить паспорт от губернатора региона – большая честь. Да, я была, конечно, очень рада. Мне очень было приятно, что именно меня пригласили, что мне тут достоялось такой чести. Я надеюсь, я продолжу быть отличницей, что у меня все будет получаться, и что все будет хорошо дальше у меня складываться в будущем. Система долговременного ухода за пожилыми людьми должна охватить всю страну. Такое заявление сделал президент Владимир Путин. Это позволит увеличить продолжительность жизни, а главное – ее качество. Уже сегодня в нашем регионе пожилые люди могут выбрать персональных помощников или обрести заботу и уход в приемной семье. Новые формы работы профильный департамент показал участникам межрегиональной конференции на примере дома-интерната в поселке Садовой. Елена Павлова расскажет подробнее. Концерт и любимая часть в распорядке дня Владимира Костина. В пансионате мужчина живет уже пять лет, условиями доволен. 14 лет назад ему ампутировали обе ноги. Доставлять неудобства своим близким пенсионер не хотел и принял решение переехать в интернат. Хорошее место, рядом с городом, дети навещают. У нас доктора замечательные следят, всегда спрашивают. Да все здесь хорошо, все мне нравится. Вот это вот, то, что вот такие вот, это сам изготавливал. Никогда бы раньше не подумал, чтобы мог вот такое сам сделать. Мастер-классы в пансионате проводят сотрудники и специалисты из других социальных центров. Пенсионеры не только осваивают новые виды творчества, некоторые даже зарабатывают на своем хобби. Доступность интернета есть очень большая. В то же время у нас много сотрудников, которые сами увлекаются различными видами рукоделия. От каких-то специализированных таких направлений, вот как я представляю, это роспись по дереву, декупаж, до различных видов, связанных с вышивкой. Вот папертоль, это интересная новая техника. Птичка там, маленький, глазками-то, да? Канистерапия – самая популярная часть реабилитационной программы. Общение с хаски помогает постояльцам преодолевать кризис, стресс и чувство одиночества. Такие практики вдохновляют и мотивируют людей. Ну, любое общение с животными дает заряд энергии, бодрости, активности. Вообще куча положительных эмоций. Особенно, когда собаки откликаются. А хаски, они очень идут навстречу людям, поэтому с ними приятно общаться. Они любят всех безоговорочно. Терапия с животными появилась благодаря сотрудничеству с приютом ездовых собак. Интернату для престарелых инвалидов активно помогают и другие волонтеры. С нами сотрудничают волонтеры-медики, которые проводят обучение нашего персонала по уходу. Они работают как с сиделками, так и с младшим медицинским персоналом. Совсем скоро на базе пансионата в поселке Садовом появится отделение дневного пребывания. После терапии и творческих занятий пенсионеры будут уходить домой. Вот такие отделения мы последовательно уже начали открывать. Первые в Мурме открыли. Кроме того, во Владимире в Доме ветеранов. Ну и дальше будет в Вязниках, Киржачей и по всей области по типу детских садов для пожилых людей. По нацпроекту «Демография» уже два года во Владимирской области соцработники создают новые программы по уходу за пожилыми людьми. Одинокие пенсионеры могут выбрать себе приемную семью или персонального помощника, который будет приходить к ним домой. Елена Павлова, Андрей Беляков, губерния 33. В Владимирской области проходит донорская акция. В ней могут принять участие все жители региона. Акция будет проходить в регионе до 15 июня. Сдать кровь можно и на Владимирской станции. Жители областного центра ждут с 8 утра до 2 часов дня. Донором может быть человек старше 18 лет, у которого нет проблем со здоровьем и медицинских противопоказаний. Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте «Я Донор 33» или по телефону горячей линии службы крови. Процедура на самом деле очень простая. Нужно здраво оценить состояние своего здоровья. Если ты здоров и проблем у тебя со здоровьем никаких нет, то можно приходить сдавать кровь. Требование простое. Нужно взять паспорт и за сутки до сдачи крови соблюдать диету без жирной пищи. Вот основные моменты, которые надо соблюсти. Есть много разных нюансов мелких, которые постепенно человек выучивает. Но для первой явки этой информации вполне достаточно. За сутки нельзя есть принципиально жирную пищу, потому что иначе кровь будет забракована. Во Владимире готовится к фестивалю «Пряха-фест». На него приедут около сотни мастеров из России и зарубежья. В поддержку проекта в областном центре открылась выставка «За кулисье». На ней можно узнать, в каких необычных техниках работают современные художники. Экспозицию оценила Ирина Курочкина. Эта экспозиция создавалась под руководством куратора из Политехнического музея Алены Райхер. Здесь можно увидеть работы российских творцов с мировым именем. Среди них Леонид Тишков, который с детства любит вязать. Это как раз вязаная ракета из старых вещей, людей, которые уже умерли, или людей, которые ему так важны и нужны. И она вообще олицетворяет полет души куда-то в небеса, память о тех людях, которые улетели от нас. Некоторые работы придумывались прямо на площадке. Художница Елена Липатова создала образ капища из фетра. А студия Art03 спроектировала текстильный мобиль, движущуюся инсталляцию. Они пришли, увидели лестницу и сказали, нам надо повесить что-то сюда, чтобы накрутилось, вертелось. Художественное переосмысление темы городского благоустройства, связанное крючком. 3D-вышивка и различные образы единорогов. Специально для гостей выставки организаторы записали аудиогид. Он объясняет смысл каждой работы и рассказывает зрителям об истории создания с виду непонятных образов. Российские художники придумали новую технику. С помощью утюга они создают всевозможные фигуры из лоскутков ткани, как из бумаги. Технику назвали утюгами. Проглаженные работы созданы в горячей технике, а в холодной материю закрепляют степлером или зажимом. Такой вариант художники придумали, создавая это панно на фасаде культурного центра. Как выяснилось, произведение перекликается с древними русскими традициями. Когда какой-то был событий, праздник, люди украшали свои фасады вот этими рушниками, тканями красивыми. Это всё оттуда, и мы сейчас опять всё это возвращать, слава богу. Опять-то даже. Выставка за кулисье – часть большого проекта «Пряха-фест». Праздник творчества пройдёт во Владимире с 18 по 20 июня. В Центре современной культуры куратор экспозиции Алена Райхер расскажет об актуальном текстильном искусстве – файбер-арте. А художница Елена Липатова покажет, как из старых вещей создать настоящее произведение. Вход на лекции и мастер-классы, как и на саму выставку, бесплатный. Кто-то может научиться новому, поскольку этот фестиваль специфический, и мало где в стране вообще можно взять и просто научиться прясть, придя на конкретные события. Кто-то может прийти со всей семьёй, например, там мужа отправить слушать концерт, маму отправить покупать какие-нибудь интересные вещи, самой сходить на лекцию, ребёнка сводить на мастер-классы, на детскую площадку. То есть всю семью можно занять какими-то интересными делами. Подобный фестиваль пройдёт в России впервые. В нём примут участие мастера со всей страны, а также из Сербии, Франции и Новой Зеландии. Гости фестиваля смогут увидеть не только текстильное произведение, но и разнообразные предельные станки и приспособления. Ирина Курочкина, Андрей Беляков, губерния 33. Владимирский боец Мафсар Баймасханов завоевал титул чемпиона мира по рукопашному бою в весовой категории 75 килограммов. Соревнования проходили в столице Узбекистана Ташкенте. За титул чемпиона мира по рукопашному бою боролись 240 спортсменов из 38 стран мира. С чемпионом пообщался и наш корреспондент Игорь Липский. Путь к финалу чемпионата мира по рукопашному бою для Мафсара Баймасханова прошёл более чем удачно. Спортсмен провёл три боя и в каждом одержал досрочную победу. Самый быстрый поединок завершился всего за 24 секунды. В финале спортсмен встретился с серьёзным противником Джахангиром Джумаевым. Это их пятый бой. Раньше спортсмены встречались в финалах чемпионата России. Переломить ничью Мафсару удалось в последнюю минуту. Спортсмен провёл удачную комбинацию. По словам чемпиона, победа далась нелегко. Мы знаем друг друга и я знал, что я чуть в скорости быстрее него и, можно сказать, опытнее. И этим я вот знал, уже видел, он спешит, он передимывал, он из-за этого психологически горел. Ну и на этом я и сыгрался. Мафсару 27 лет. Спорт его привёл брат. В 8 лет спортсмен начал заниматься тэквондо. После окончания школы он поступил в юридический институт УФСИН России и серьёзно увлёкся рукопашным боем. Секрета победы нет, утверждает спортсмен. Главное – ежедневные тренировки и вера в себя. Когда к соревнованиям готовлюсь, как обычно, утром и вечером тренировка и режим соблюдаю, питание соблюдаю и всё. А так, когда соревнований нет, то каждый день по одной тренировке. В воскресенье выходная, как обычно. С рукопашным боем Мафсара познакомил его тренер Алексей Овчинников. Они вместе со спортсменом разработали индивидуальный подход для каждого противника. Рукопашный бой включает в себя ударную технику руками, ногами и борьбу. Тут самое главное – быстрый переход должен быть от ударной техники к борцовской и обратно. То есть мы готовились, включая уже элементы борьбы. Элементы борьбы – это обязательно должны. Где-то, если сам не бросил, хотя бы от хорошего борца можно было защитить, защитное действие провести. Благодаря победе на международном чемпионате наш спортсмен набрал баллы для присвоения ему почётного звания «Заслуженный мастер спорта». Но на этом Мафсар останавливаться не намерен. Скоро спортсмен начнёт подготовку к чемпионату России. Он пройдёт в Санкт-Петербурге в начале декабря. Игорь Липский, Дмитрий Шаталов, Губерния 33. На этом наш выпуск завершён. Ещё больше информации ищите на сайте trc33.ru и в социальных сетях губернии. Если вам нужна наша помощь, звоните на редакционный номер 32-62-33. А я с вами прощаюсь. Через несколько минут в эфире программа «Здесь и сейчас». Я передаю слово её ведущему Илье Архипову. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. О чём сегодня будете говорить с гостем? Вот в мае владимирцы голосовали за красоту. А чем закончилось голосование, узнаем после рекламы. Не переключайте.